Дискуссия предлагается в таком формате. Я буду называть доклад, если кто хотел по этому поводу выступить. Ну, по своему докладу. Кто-нибудь хочет выступить о планах развития до 2020 года. Есть контрлатеральный план или же альтернативный план развития? Нет. Идем дальше. Докладчик Пташников. Так, судя по всему, был не Пташников. Такторы, определяющие эффективность эндопротезирования. Здесь докладчик? Здесь. Так, вопросы есть? Вопросы мы обсудили. Есть желающие выступить? Нет. Все. Идем дальше. Дискуссия. Валерий Вячеславович Степляков. Результаты экстраартикулярных резекций в эндопротезировании. Есть желающие выступить? Мы только должны пожелать Владимиру Вячеславовичу дальше продолжить. Вот мы ночью быстро набрали дырку. Давайте объединиться и сделаем многоцентровое исследование. Делаем статью опубликованную за рубежом. Потому что, как вы видели, материалов по этой тематике мало, а тематика перспективная и интересная. Поэтому, если у кого-то есть такой опыт, присоединяйтесь. Я предлагаю, знаете, Валерий Вячеславович, сделать таким образом. Вы подготовьте всем клиникам, 8 клиник и СНГ, в том числе, вы можете, письмо, на котором вы распишите свои координаты, как идет исследование, что необходимо для него, да, все аспекты. Это просто дизайн вот этих многоцентровых исследований, чтобы было понятно, что вы хотите и что они должны сделать. Спасибо. Как предложение. Спасибо. Спасибо. Дальше у нас идет Михаил Юрьевич Щупак, ревизионное протезирование в онкологической практике, опыт 62 больницы. Здесь Михаил Юрьевич? Да. Ну, Анатолий Юрьевич здесь, этого достаточно. Есть вопросы? Кто хотел выступить? Нет. Идем дальше. Так. Соколовский Анатолий Владимирович, ревизионное протезирование у онкологических больных, опыт онкологического центра. Пожалуйста. Вопросы есть? Обсудить. Ну, проблема актуальная. И ревизионное протезирование сегодня отдельное направление в эндопротезировании. Сегодня 25 миллионов человек ортопедических ходят на эндопротезы. И отдельной графой, отдельной статьей идет ревизионное протезирование. Оно во всем мире оплачивается по другому тарифу. Все оперирующие знают, о чем я говорю. Это другой труд. Это другая цена вопроса. Очень тяжелая тема, но это эпидемия этих ревизионных протезирований. Особенно из детской клиники сейчас пациенты поступают. Это очень важный сегмент. Я думаю, что требует доработки. И хорошо бы узнать, какие дальше у нас будут результаты. Но мы это доложимся. Эта работа еще ведется. Далее результаты Гани, Серегбаев. Результаты хирургического лечения в комплексном лечении опухоли длинных трубчатых костей и таза. Казахстан, Алматы. Есть вопросы к докладчику или же выступлению желающей? Мы только пожелаем успехов нашему другу и коллеге. И поблагодарим за то, что он регулярно приезжает на наши конференции и делает доклады. Это хороший тон. Мы тоже будем к вам приезжать. Приглашайте. Идем дальше. Мирза Алиарыч Гакур Ахонов с своими коллегами делали доклад. Результаты эндопротезирования при опухоли длинных трубчатых костей. Есть желающие выступить? То же самое. Мирза Алиарыч, вы представитель школы Николая Николаевича Трапезникова. Хорошо развивается направление. Очень оригинальные есть решения вопроса. Вот интересно. Китайских протезов сейчас у вас... Сейчас вы все-таки чаще делаете... Оригинальные протезы или же там российские? Какая тенденция идет? Микрофон, пожалуйста. Мы снова используем только китайские. Китайские? Да. А вы китайские уже знаете? Потому что мы тоже начинаем изучать. Судя по всему, скоро мы тоже перейдем на китайские. Спасибо. У электроника уже вся перешла. Так что эндопротезы, кстати, компания... Вот здесь линк показали наши коллеги. Немецкие компании, значит, работают в Китае, выдают, значит, уже оттуда идут протезы ортопедические. Я онкологически не могу сказать, но ортопедические идут уже оттуда. Дальше. Спасибо. Юрий Михайлович Богданов. Ревизионное оперативное вмешательство в лечении опыли костей. Так, какие вопросы к нашему коллеге из Белоруссии? Ну, белорусская школа ортопедии всегда была очень известна в советское время, еще в Советском Союзе. Там, Крюк, по-моему, Коренсюк, по-моему, тоже. Нет, он с Украиной был. Но в любом случае, и то, что сейчас онкортопедия в Белоруссии имеет свое лицо, это благодаря, конечно, нашему коллеге Юрию Михайловичу. Спасибо большое за то, что приехали. Будем сотрудничать дальше. Теперь дело дошло до детской онкологии. Аслан Залиханович Дзампаев, эндопротезирование детей в онкологии. Очень названо коряво. Пожалуйста, вопросы к Аслану Залихановичу. Мы надеемся, что скоро он должен защитить диссертацию. И мы получим у него правильные рекомендации по поводу этого очень важного сегмента, на мой взгляд. Если мы говорим о эндопротезировании во взрослой клинике, у нас вы обратили внимание, какую выживаемость дает детская онкология у пациентов? Практически это нам на 10% всегда лучше, чем во взрослой клинике. Судьба этих детей дальше драматична. Что делать дальше с этими детьми? Они перерастают 18 лет. Кто за ними будет смотреть? Ортопеды не знают таких дефектов. Они просто не владеют темой. Куда одеваются эти пациенты? Какой им нужно? Масса вопросов медико-социальных, не только медицинских. И Аслан Залиханович, я надеюсь, нам членораздельно это все на докторской диссертации. О дальнейшем попробуем здесь послушать еще раз. Спасибо. А так его слушают педиатры все время. Да, пожалуйста. Я там вот по поводу... Микрофон. Эти пациенты. В принципе, в Беларуси два года назад вышел приказ по Минздраву о том, что молодые взрослые или взрослые дети до 24 лет лечатся по протоколам детского онкогематологического центра. И они фактически забрали у нас их. Мы делаем биопсии, мы оперируем их, химиотерапию, свои жесткие протоколы они выдерживают. И я думаю, это даст положительные результаты. А оперируют кто? Мы. Вы оперируют? Да. Ну тут вопросы финансирования. Но это очень правильный путь. Да. Это закреплено, скажем, приказами Минздрава. Он, в принципе, во всем мире эти больные выделяются, взрослые дети, они выделяются в отдельную группу. И химиотерапевтические протоколы обязательно должны быть детского института. Но оперируете вы, да? Да. Да. Это вот у нас то же самое происходит без приказа. Но в любом случае эти больные передаются 18 лет во взрослую клинику. Их принимают, соответственно, наши же коллеги, дальше их ведут. Ты тоже хотел сказать? А, сейчас, секундочку. Так, мы где? Вот здесь. Так, дальше идет доктор Родионова. Анна Юрьевна здесь? Анна Юрьевна, к вам вопросы. Даже хотят выступить. Пожалуйста. Вот там было два положения. Первое, что при метастазах делается стабилизирующая операция. Оно такое спорное, потому что вот лично у нас был не один больной, у которого после стабилизирующих операций наблюдался рост метастаза, терялась стабилизация и приходилось таким больным. Были больные, которым удавалось сделать эндопротезирование, а были, которым приходилось делать ампутацию. Поэтому тут нужно подходить к этому осторожно. Но, правда, все эти больные были не из специализированных учреждений. Обычно это делают травматологи. И второе положение, что вот при патологическом переломе нужно до начала лечения всегда получить морфологическое подтверждение. Это тоже, с моей точки зрения, спорное положение. Особенно при переломах верхнего отдела бедра, потому что эти больные могут и не дожить, или потерять возможность потом лечения, потому что у них развивается и пролежнее, и так далее. Поэтому, если возможно, вот наш подход, если возможно радикальная резекция при патологическом переломе, вообще резекция, мы предпочитаем сделать резекцию с эндопротезированием, получить морфологическое подтверждение, а потом уже решать вопрос с лечением. Ну, конечно, тут должен быть индивидуальный подход. Больной на больного не похоже. Абсолютно согласен с Анатольем Нахимовичем. Интересно, этот доклад, наверное, надо напубликовать в нашем журнале. Ваш доклад отдельно. И устроить все определенную дискуссию, потому что если одна из клиник идет своим путем, надо обсудить этот вопрос. И, может быть, мы в чем-то будем полезны и наоборот. Хорошо? Спасибо. Да, Валерий Вячеславович. Я считаю, что все-таки остеосинтез, интермедулярный, накосный, имеет очень большую нишу. Потому что у нас вот большой опыт, мы применяем эти методики с хорошими результатами. Другой вопрос, что нужно индивидуально в каждом случае подходить. Если это метастаз солитарный, или перспективы на лечение у пациента хорошие, патологический перелом, совершенно спокойно можно ставить эндопротез. Но если у него перспективы на жизнь 3-6 месяцев, то почему бы ему не поставить интермедулярный штиц с остеопластикой? Ну, хорошо, он там, болевой синдром купируется, проживет он хотя бы на своей ноге там еще 3 месяца. Потом пусть у него будет прогрессирование в этой зоне, но в какой-то период-то мы выиграем. Нежели мы ему поставим эндопротез, и он с ним благополучно нас покинет. Я не сказал, что нельзя не делать остеосинтез. Я сказал, что к этому нужно относиться осторожно. И, конечно, тут очень важна оценка перспективы продолжительности жизни. Если вы видите, что больной может жить, у него есть еще дополнительные варианты лечения, и у него продолжительности год или больше, вот тут вот нужно, вот, пожалуйста, Михаил Юрьевич показывал больного метастаз рака почки. Значит, у него было протезирование диафиза, потом рецидив, потом у нас сделали тотальное бедро, а через полтора года у него еще был метастаз плечевой кости, и мы сделали резекцию с протезированием плечевой кости, а он еще потом 2 года прожил. Погиб от прогрессирования. Прогрессирование, кстати, был очень... Ну, это старый был в свое время, статья на диафизе такая, который показал, что при лечении костных метастазов при остеосинтезе ни один больной не пережил 2 года. Но это было очень давно. Поэтому тут остеосинтез исключить нельзя, и если продолжительность жизни, там, 2-3-4 месяца, естественно, он имеет место быть. Ну, это очень актуально, учитывая то, что завязывается дискуссия, у меня тоже есть свое мнение, но я думаю, что распечатав это в журнале, мы будем иметь возможность выразить себе свое мнение. Другое дело, я бы Валерий Вячеславович спросил, Валерий Вячеславович, а вот вы говорите, поставить, скажем, штифт имеет такое же право, как эндопротез, но туда, куда можно поставить эндопротез, туда невозможно поставить штифт. Это говорится о диафизарных переломах. Правильно. И, как правило, если диафизарные переломы вызваны патологическим, это метастатические, как правило, это злые метастазмы. Поэтому разговор идет о том же апариативном лечении. Ну, здесь надо учитывать еще, в момент желания, угрозу перелому. То есть, профилактически мы ставим штифт, и у больных нога не ломается, они ходят. Те же самые метастазы рака молочной железы. У нас достаточно большой опыт. И не надо здесь эндопротезирование делать. Давайте обсудим. Тема интересная. Давайте опубликуем, и будем каждой клинике выразить свое мнение. Спасибо.